Hello, с вами Юмилия, смотрим Квадратного и его видосик про финансовые пирамиды. И буквально неделю назад я объясняла одному человеку, что это такое, и мне интересно послушать рассуждение Квадратного на эту тему. Погнали! Может я что-нибудь новое узнаю для себя? На первом тебе все надоест, на втором ты все потеряешь. Выбрать свой путь ты не можешь, ведь у каждого он индивидуален и определенная цепочка решений приводит к тому или иному. Выйти на эти тропы гораздо проще, нежели их миновать. Достаточно лишь быть слишком уверенным в себе и в том, что ты дофига особенный и тебя это не коснется. Сегодня ты уверен, что тебя никто не может обмануть, а завтра тебя скамят как мамонта. Причем все подряд. Человека слишком легко обвести вокруг пальца. Да, я согласна. Было бы слишком просто понимать, что когда человек врет, то его нет означает да и наоборот. Очевидную ложь распознать легко, ведь даже большинство профессиональных игроков в покер не умеют скрывать эмоции. Те же, кто обладают этим даром, поистине уникальны. Мимика, жесты, взгляд. Лжеца может выдать буквально что угодно. И даже если обман происходит в интернете, следуя принципам социальной инженерии, на чистую воду можно вывести кого угодно. В таком случае важно видеть человека насквозь. Знать его слабые места, понимать в какой момент можно задать тот или иной вопрос, а то и вовсе надавить на эмоции. Причем сделать это так быстро, что жесты не успеют понять, что произошло. В современном мире каждый мошенник своего рода гений. Ведь обманывать нужно уметь. Делать это правильно, да и к тому же вовремя слинять. Сейчас... О, да, особенно вот эти службы безопасности Сбербанка. Без денег невозможно. Когда ты будешь в зоопарке тыкать пальцем в обезьяну и кричать «Каяна тупая», вспомни, что человек — единственное существо, которое платит за жизнь на земле. Желание улучшить материальное положение присуще практически каждому человеку, и это неудивительно. Пути достижения этой цели у всех разные. Кто-то больше работает, кто-то инвестирует, а кто-то использует методы вне закона. Крайне низкая финансовая грамотность населения порой приводит к утрате последних сбережений. О, да, о, да, о, да, вот это, мне кажется, самый главный и важный пункт ужасная финансовая грамотность, а точнее ее отсутствие. Прибыль, а по факту отнимают последние копейки. Речь сегодня пойдет о величайшем обмане человечества, именуемом финансовой пирамидой. Финансовой пирамидой! Но сперва, есть у меня что-то такое финансовая пирамида. Самый простой пример — это банки. В видео про крипту я достаточно подробно рассказал, как это работает. По сути, тебе дают деньги другого человека. Скажем, взял ты кредит, выдали тебе его деньгами кого-то, кто в этот момент уже его возвращает. Следующим в данной цепочке будешь именно ты. Сам по себе банк ничего не производит, но, естественно, не предоставляет каких-либо услуг, которые могли бы покрыть выплаты по процентной ставке. Еще один пример — пенсионный фонд. Скажем... Ну, вот насчет банка, я когда впервые это узнала, это было еще в школе, я просто прозрела. Я такая, блин, офигеть! Ну, потому что ранее я об этом вообще не задумывалась, а потом на каком-то из уроков, то ли на общество знаний, то ли еще на каком-то другом, нам про это рассказал учитель. Я такая, офигеть, теперь я знаю то, о чем не знают другие, ну или же просто не догадываются другие люди, а может быть даже и не задумываются. И я вот раньше думала, зачем банки постоянно звонят и предлагают людям кредиты, но реально они задалбывали даже меня, при том, что я была несовершеннолетней. Поэтому после того, как я узнала эту информацию, то мне стало очевидно ясно, зачем различные банки звонят нам и втюхивают кредиты, потому что, видимо, все очень-очень плохо, и без этих кредитов они ну никак просто не проживут. Работает человек 25 лет. Из зарплаты отчисляют государство 22% на пенсию, обязуя его в дальнейшем их вернуть. Но деньги, как сперва подумать можно, не откладываются. По факту, ты оплачиваешь пенсию другим людям, а когда очередь дойдет к тебе, уже следующее поколение будет заниматься тем же. Вообще у меня всегда был вопрос, почему человек не может сам откладывать себе деньги на пенсию, типа не отдавать их в какой-то пенсионный фонд, а просто самостоятельно откладывать каждый месяц какой-то процент от своих денег. Вы скажете, что не каждый так сможет, но я бы, например, смогла, но я должна оплатить деньги и отдавать их в пенсионный фонд. Вы также скажете, а кто же будет обеспечивать пенсионеров людей, которые являются пенсионерами сейчас? Ну как бы государство, мы платим налоги, огромное количество налогов, и можно было бы ввести отдельный какой-то налог на пенсионеров. И все, то есть не завуалировать это так, что это я на свою будущую пенсию откладывать, а просто налог для бабушек и дедушек. Это было бы гораздо лучше, гораздо честнее и прозрачнее. Но нет, мы завуалируем это так, как будто это ты для самого себя откладываешь, хотя по факту это не так. И вот, ну честно, согласитесь, было бы гораздо проще, если бы ты сам откладывал свои деньги. Если ты приходишь на работу, тебе говорят, что зарплата 20 тысяч, и ты реально получаешь на руки 20 тысяч, и из них 5 тысяч ты откладываешь себе в свои сбережения. Они их отбирает начальник, и они уже идут в пенсионный фонд. Вот так вот. О, да. Гарантирование высокой доходности, агрессивная реклама с недостоверной информацией, анонимность организаторов, отсутствие необходимых лицензий и прочие вещи. По сути, все, что касательно определения подобных организаций, максимально верно написано в Википедии. Система обеспечивает доходом членов структуры за счет постоянного привлечения денежных средств новых участников. Пирамид раньше было не так много, сейчас больше. Буквально каждая компания может сказать, что если в нее инвестировать, то она будет выдавать тебе процент. Замануха очевидна, ведь называют они обычную доходность в 5-6%, что гораздо выше, чем депозит в банке. Однако в любом случае стоит понимать, что депозит это, пожалуй, самая бесполезная инвестиция, которая может быть. Потому как вероятнее всего, пока ты будешь ждать свою выплату, случится инфляция, и ты уйдешь в мир. Инфляция! Вернемся к процентам. Откуда такие деньги, какая вообще может быть здесь выгода? Ой, это же Челик из Джоджо, разве нет? Да. Проценты выплачивают за деньги новых участников. И вот в момент, когда подобная организация собирает достаточно много денег, она, естественно, делает что? Правильно. Объявляет себя банкротом, и все сваливают. Вкладчики остаются, конечно же, без денег. В случае же онлайн-пирамиды система та же, только вот после закрытия делают они новую. И так цикл повторяется. Каждое новое детище масштабнее предыдущего. Два экземплята. Больше вкладчиков, больше вложений. Есть пирамида, работающая по паре недель, а есть те, которые живут десятилетиями. О, да! Компания дел таки вовсе существовала еще в Вавилонии. Восьмой век до нашей эры, если что. Слышала про это. Один из примеров, пирамида Бернарда Мейдефа. Работала она с 1970-х по 2008-й год. По разным подсчетам, нанесенный ущерб оценивается на сумму от 17 до 64 миллиардов долларов. Нифига! Кстати, по весьма классической причине, полагаю, ты уже догадался, что это было. Естественный экономический кризис. В 2008-м году многие вкладчики изъявили желание забрать свои вложения. Денег для возврата, как понимаешь, не было. Если бы не этот случай, то, вероятно, пирамида Бернарда Мейдефа работала бы до сих пор. Посадили его на 150 лет, и в этом году он скончался. Коль подняли... Я вот про это не слышала, если честно. И когда кто-либо упоминает финансовые пирамиды, я почему-то всегда вспоминаю именно Арифлейм. И я думаю, вы сами понимаете, почему, как они втюхивают тебе эту косметику, как они предлагают тебе работать с ними и зарабатывать. Это настолько уже бесит, от этого настолько уже бомбит, ну, по крайней мере, у меня. И раньше, когда я жила еще у родителей, я очень часто видела вот эту тему Арифлейм, Арифлейм, Арифлейм. И даже сейчас до сих пор людям еще предлагают как раз-таки вступать в эту пирамиду, в этот Арифлейм. И говорят, что они станут еще богаче, и все в таком духе. Ну, кто-то действительно становится богаче, просто зарабатывая на других. И данную тему, полагаю, будет не совсем правильно обойтись без творения Сергея Мавроди. Речь пойдет о МММ. Его пирамида образовалась не сразу. В 1989 году компания Мавроди вела бизнес по продаже электротехники. Я что-то про него слышала. В 90-е годы в России отношение к капиталистическому миру было крайне неоднозначным и непонятным. Ведь Советский Союз рухнул, а базовых принципов о том, как все работает, коммунистическое общество, естественно, не знало. Что такое эти ваши инвестиции, акции, дивиденды и прочие ценные бумаги. Конституция, естественно, не предусматривала возможной махинации на этой почве. Власть, конечно же, поделать с этим ничего не могла. Очевидно, в МММ все это знали, что помогло им нанести ущерб 15 миллионам человек. Сумма здесь была поменьше. Всего 2 миллиарда тех же долларов. Однако стоит понимать, что пирамида Мавроди проработала гораздо меньше. Помимо того, в пирамидах Бернарда и Мавроди есть фундаментальная разница во вкладчиках. Первый завлекал людей состоятельно. МММ же была рассчитана на бедных и ждущих быстрого дохода граждан. И дабы не попасть в подобные махинации, необходимо обладать лишь фундаментальными знаниями финансовой грамотности. У меня есть много видео, которые я обещал выпустить в ближайшее время. Однако, пожалуй, в следующем будет видео конкретно про финансовую грамотность. А вот это круто. Это то, что необходимо нашему современному поколению. Потому что даже смотря на взрослых людей, которым под 40, под 50, я очень часто замечаю, что им это абсолютно не присуще. Именно финансовая грамотность. Они фиг на нее клали, тратят деньги как зря, да и не только. И абсолютно не понимают, почему они покупают дешевые вещи, а потом у них нет нифига денег. Потому что, может быть, стоит отложить деньги и купить что-то качественное, но более дорогое. Я даже не знаю на самом деле. Очень прикольно то, что он рассказывает такие важные и интересные вещи простыми словами. Чтобы каждый зритель мог понять, чтобы каждый зритель, неважно какого возраста, был поглощен в эту тему. Ну, что поделать? Этих финансовых пирамид дофига. И интересно, настанет ли время, настанет ли момент, когда все они исчезнут? Я считаю, что нет. Они, скорее всего, будут развиваться и еще больше модернизироваться. Ну, посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok